Салам алейкум, уважаемые телезрители! Вы смотрите проект «Наследие Ислама». Сегодня мы поговорим об ученом-богослове шафиитского мазгаба, который является признанным авторитетом в области науки хадисоведения. Благодаря своим знаниям в этой области он получил прозвание «Хафиз» – человек, знающий наизусть десятки тысяч хадисов. Он являлся автором множества книг, среди которых особо можно отметить «История города Дамаск», 80-томный труд, описывающий историю не только этого города, но и ряда других областей исламского мира. Это выдающийся мусульманский богослов, великий алим и мухаддис – Али, Ибн Хасан, Ибн Хибатуллах, Абул-Касим, более известный как Ибн Асакир. Ибн Асакир родился в 499 году хиджры в иракском городе Дамаск. Родители будущего алима были людьми известными своей образованностью и благочестием. Эти же качества они привили и сыну – Али. Уже в шестилетнем возрасте будущий алим начал изучать хадисы пророка Мухаммада, у своего отца и старшего брата, являвшегося известным мухаддисом. Так, окунувшись в море наук единожды, Ибн Асакир не пожелал больше отойти от них. Он посетил многих известных ученых Дамаска, у которых изучал хадисы и другие науки шариата. Некогда Дамаск являлся столицей огромного халифата. Сюда направлялись люди со всех концов мусульманской державы. Кто в поисках средств для пропитания, кто с торговыми караванами, желая получить большую прибыль, а кто и вовсе в поисках славы и почета. Также Дамаск являлся и центром знаний, практически во всех сферах наук и не только светских. Здесь всегда находилось множество известных ученых-богословов ислама, и даже перенос столицы из Дамаска в Багдад не изменил его статуса одного из самых развитых научных центров исламского мира того периода. Ибн Асакир, не выпуская такой прекрасной возможности учиться у именитых богослову ислама, посещал собрание алимов этого города. Все детство и юность Ибн Асакира прошли в приобретении исламских знаний. Он посещал собрание ученых в мечети Амиядов, также известное как Большая мечеть Дамаска. Одна из крупнейших и старейших мечетей не только в Дамаске, но и во всем мире. В этот период своей жизни Ибн Асакир изучил книги известных богослову ислама, имама, хадисоведа Аль-Байхаки, Даля Илюн-Нубуа, Аль-Муатта, основателя собственного мазхаба имама Малика, Аль-Муташаби, известного мусульманского историка, Хатиба Аль-Багдади. Помимо уроков в Большой мечети Дамаска, Ибн Асакир приобрел знания и в множестве медресе, которые находились в городе. Хотя сам Ибн Асакир являлся последователем шафейцкого мазхаба, он посещал медресе, специализирующиеся в изучении других мазхабов. Но и этого Ибн Асакиру было мало. Его неуемное доизучение наук натура не могло удовлетвориться знаниями, полученными только в Дамаске, хотя он и являлся одним из самых больших городов Сирии. Как и многие великие ученые, жившие до него, Ибн Асакир ради приобретения новых знаний решил отправиться в путешествие. Узнав, что Ибн Асакир решил отправиться в странстве в поисках знаний, его учитель Абуль Хасан Ибн Кайс сказал ему, «Я надеюсь, что Аллах оживит посредством тебя это дело, то есть сунну пророка Мухаммана». Учитель не ошибся в своем предположении. Вскоре его ученик стал самым знаменитым мухаддисом исламского мира того периода. В 519 году по хиджре, в возрасте 20 лет, Ибн Асакир отправился в Багдад, где обучался у известных ученых. Через год он вознамерился совершить хадж и отправился в священные города. В Мекке и Медине он встретился с ведущими учеными того времени. В священных городах он перенимал от них бесценные знания и по истечении времени возвратился в Багдад, где провел в Медресе Низамия около пяти лет. Багдад на тот момент являлся столицей халифата и своеобразным центром наук. Здесь было сосредоточено множество ученых-богословов и ислама, и все же Ибн Асакир, благодаря своим стараниям и настойчивости в изучении наук, смог прославиться в этом городе. Из-за смышленности и остроты ума молодого ученого даже прозвали «горящим пламенем». В Багдаде Ибн Асакир поступил учиться в известное учебное заведение, построенное одним из выдающихся деятелей средневекового мусульманского востока XI века Низам Аль-Мулькан, которое и стало называться по имени инициатора строительства Низамия. Низамия были первыми высшими учебными заведениями в мусульманском мире. По качеству образования эти медресе превосходили все остальные и были известны далеко за пределами исламского мира. Преподавателями в этих медресе являлись крупнейшие ученые-мусульман. При учебном заведении были организованы крупные библиотеки. Студентам предоставлялось бесплатное питание и проживание. Многие известные исламские богословы являлись выпускниками этих медресе. Низамии были построены практически в каждом более или менее крупном городе, среди которых Багдад, Мишапур, Балх, Герат, Исфахан. Примечательно, что Низамия была построена и в дагестанском селе Цахур, крупном на тот момент населенном пункте Южного Дагестана. Но первой и самой знаменитой из всех школ была Низамия Багдада, построенная в 459 году хиджрой. Его строительство заняло целых два года и обошлось Низам-альмульку в 200 тысяч динаров. В свое время этим медресе руководил великий суфий, философ и факих имам Газали. Именно сюда поступил Ибн Асакир учиться. Это путешествие оказалось одним из самых важных в жизни ученого богослова. За это время он получил знания не только в Низамии. Ибн Асакир находил время и для поездок по соседним к Багдаду городам Куфа, Масул, Джезири и другие. В 525 году хиджрой Ибн Асакир, проведя в Багдаде пять лет, возвратился на родину, Дамаск, где оставался следующие четыре года. В 529 году Ибн Асакир совершил второе важное путешествие в своей жизни. В поисках знаний он отправился в Харасан, ныне территория Ирана, где проживало в то время множество крупных ученых ислама. За годы учебы и странствий Ибн Асакир посетил огромное количество мусульманских ученых-богословов в разных частях халифата. В период этого путешествия великий ученый побывал в Асбахани, Мерви, Тибризи, Байхаки, Рае, Герати и других городах этого края. По данным известного мусульманского историка Захаби, количество ученых, от которых Ибн Асакир перенял знания, насчитывало более 1300 богословов. Видя стремление и искренность молодого алима, учителя уделяли ему большое внимание и охотно делились с ним своими знаниями. Во время поездки в Харасан Ибн Асакир посетил известного мухаддиса и суфия Мухаммада Аль-Фарави. Ибн Асакир учился у этого великого алима целый год. По словам самого Ибн Асакира, из-за болезни Аль-Фарави не мог вставать, но, несмотря на это, не прекратил обучение. «Быть может, Аллах оставил меня жить на этой земле ради того, чтобы обучать этих учеников», говорил благородный ученый. В 533 году в жизни Ибн Асакира началась новая веха. В возрасте 34 лет собрал множество знаний. У самых авторитетных ученых своего времени Ибн Асакир возвратился в Дамаск, где занялся обучением и составлением книг. И вскоре слава Ибн Асакира как великого ученого-богослова распространилась по всей округе. Постепенно к нему стали тянуться желающие получить знания с разных уголков исламского мира. Самым важным занятием в жизни Ибн Асакира было изучение хадисов пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва салям. «Я не знаю, кто был бы сегодня более достоин звания хафиз, кроме него», сказал о нем его учитель Абу-Ифадль от Таусий. Ибн Асакир знал наизусть не только десятки тысяч хадисов, но и мог перечислить цепь их передатчиков, а также их личностные качества, надежность, правдивость, погрешности и ошибки. Именно поэтому он и получил звание хафиз. Но прославился Ибн Асакир не только как хадисовет. Он получил широкую известность и как величайший историк. Хотя его перу принадлежат более ста книг в различных областях исламских знаний, центральное место среди них занимает 80-томный труд «История города Дамаск», содержащий много ценных сведений как по истории самого Дамаска, но и Сирии в целом. Дополняют это поистине великое произведение биографии выдающихся людей, связанных с его родным городом Дамаском. Составлять историю города Дамаск Ибн Асакир начал еще в молодые годы, во время своих странствий в поисках знаний в Харасан и закончил в 559 году хиджр, когда ученому было уже 60 лет. Как пишет сам имам, из-за занятости и проблем он иной раз надолго оставлял работу над книгой, а потом снова возвращался к ней. В общей сложности около 30 лет Ибн Асакир писал эту книгу. Время жизни Ибн Асакира пришлось на нелегкие для ислама и мусульман времена, начало крестовых походов, направленных на захват Иерусалима, священного города как для мусульман, так и для христиан и иудеев. Ибн Асакир был свидетелем того, как трижды крестоносцы безуспешно пытались захватить его родной город Дамаск. Период крестовых походов пришелся на то время, когда мусульмане были раздроблены и разобщены. Некогда великий исламский халифат распался на мелкие государства, которые в одиночку не могли одолеть сильного врага в лице крестоносцев. Много раз мусульмане в разных городах безуспешно пытались противостоять натиску европейцев. Но все было безуспешно, пока на арену защиты ислама и мусульман не вышел Нур-Уддин Занги. Будучи сильной личностью, Нур-Уддин Занги смог объединить Ближний Восток и дать отпор жестокому врагу – крестоносцам. Нур-Уддин смог одержать несколько крупных побед и взять под свой контроль ряд городов Сирии. Ибн Асакир тоже не сидел в стороне, когда вокруг разворачивались такие судьбоносные события. Он тоже вел борьбу против тирании, чунимой крестоносцами. Но по-своему. Ибн Асакир и Нур-Уддин Занги были очень дружны между собой. Несмотря на свою занятость, правитель находил время для посещения уроков по хадисам Ибн Асакира. Видя, как ислам нуждается в защитниках и желая помочь Нур-Уддину, Ибн Асакир написал книги, побуждающие мусульман выйти на защиту их религии. Нур-Уддин Занги был очень ревностным мусульманин, заботящимся о сохранении и распространении исламских знаний. В 549 году хиджри по его поручению было основано первое исламское учебное заведение, специализирующееся на хадисах пророка саллаллаху алейху ассаляму, дару-ль-хадис ам-нау-рия, которое по прозвию правителя возглавил Ибн Асакир. Теплые и дружеские отношения между правителем и ученым сохранялись вплоть до самой смерти Нур-Уддина, которого известный арабский историк Ибн Аль-Асир за справедливость и добродетельность даже сравнил с первыми праведными халифами мусульман. Но со смертью правителя имя ученого не было позабыто. Сменивший Нур-Уддина великий полководец и будущий освободитель Иерусалима Салахуддин тоже очень ценил и уважал видного ученого. Он тоже, как и его предшественник, посещал уроки Ибн Асакира и приглашал его на свои собрания, где ученый, бывало, делал некоторые замечания, которых правитель принимал и в соответствии с которыми действовал. Но рядом с Салахуддином Ибн Асакиру не суждено было долго оставаться. В самом начале правления великого полководца из династии Аюбидов и еще до его славных побед освобождения имя Иерусалима и победы над крестоносцами Ибн Асакир покинул этот бренный мир. Произошло это печальное событие 11 числа месяца Раджаб 571 года Хиджри в возрасте 75 лет. Он достиг недосягаемого для других уровня. Не было подобного ему в его время. Так охарактеризовал Ибн Асакира великий мусульманский ученый-богослов и историк Захаби. Смерть великого ученого потрясла весь мусульманский мир. Провожать его в последний путь пришло огромное количество людей, среди которых был и сам султан Салахуддин Аюби и множество видных ученых того времени. Похоронили ученого и в родном городе Дамаск на кладбище Баб Сагир. Али Ибн Хасан Ибн Хибатулла Абун Касин то есть Ибн Асакир великий ученый-богослов мусульманского востока историк и хадисовед. На этом у нас все. До новых встреч. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракарат. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok